Всем привет, уважаемые зрители, с вами канал Аккумуляторщик. Сегодня речь пойдет про гарантию и ее обязательства на автомобильный аккумулятор. Многие автолюбители считают, что если аккумулятор вышел из строя по любой из причин, то его обязаны поменять в гарантийный срок. Это на самом деле заблуждение. Гарантию продавец-изготовитель дает только на дефекты, которые были допущены в процессе изготовления. То есть заводские дефекты. Их всего три. Первое – замыкание банки. Второе – обрыв цепи. Третье – течь электролита из-под крышки. Про замыкание одной или нескольких секций я уже рассказывал. Когда мы говорим про гарантию, то необходимо понимать причину возникновения этого замыкания. Если дефект был заводской, то это обычно капельки свинца, прилетие, брак, сепараторы и так далее. Если мы говорим о приобретенном, то это обычно лед в банках, который служит причиной замыкания. Кстати говоря, сам лед в банках появляется зимой, когда аккумулятор разряжен. Некоторые автовладельцы ошибочно считают, что это плохой аккумулятор и требует обмена и возврата. Хотя это не так. Обрыв цепи. Здесь тоже все просто. Сам аккумулятор автомобиля – это шесть последовательно соединенных аккумуляторов. То есть электрическая цепь. Соответственно, когда происходит обрыв, цепь перестает работать. Обычно это не пропай перемычек. И при эксплуатации они расцепляются. Обрыв, как правило, в 95% случаев – это заводской дефект. Но бывают и приобретенные, например, от того же льда в банках. Течь из-под крышки – редкий дефект, но встречается. Он не прописан в некоторых гарантийных талонах. Но бывает даже у брендовых аккумуляторов. Проверить необходимо при покупке обязательно. Покачайте аккумулятор из стороны в сторону и посмотрите, не льется ли где электролит. Течь бывает либо сразу, либо ее не будет никогда. Иногда проявляться может после покупки и эксплуатации на автомобиле. Когда электролит начинает плескаться внутри. Все гарантийные дефекты обычно проявляются в течение нескольких месяцев. Все, что позже – это, как правило, приобретенные дефекты. Из-за плохой эксплуатации, несвоевременного обслуживания, недозаряда или перезаряда. Большого смысла брать аккумулятор с гарантией 3 или 4 года нет. Это скорее маркетинговый ход. При предъявлении рекламации на третьем году эксплуатации вас снимут с гарантии по причине мутного электролита, который, естественно, будет из эксплуатации АКБ. Также с гарантии снимут, если будет зафиксирован перезаряд или недозаряд на авто. Утечка тока выше нормы. Это справедливо. Это вредит аккумулятору. Да и почему производитель и продавец должен за это нести ответственность? При этих факторах аккумулятор быстро портится и теряет свои емкостные стартерные характеристики или приходит в негодность. И причина здесь неисправность электрооборудования, а не проблема на производстве. Читайте гарантийный талон, в нем все подробно и четко расписано. Причем практически во всех текст одинаковые и причины тоже одинаковые. Продавцы не пытаются покупателя как-то ущемить в его правах. Они стараются привести все эксплуатационные факторы в норму. Только при благоприятных условиях эксплуатации аккумулятор прослужит долго и безотказно. Все сопутствующие материалы ждут вас в первом прикрепленном комментарии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!